Военный обозреватель Денис Попович на связи со студией Freedom. Денис, доброе утро. Доброе утро. Видим, что сохраняется достаточно непростая ситуация, в том числе на Восточном плацдарме. Как долго противника хватит резервов продолжать такой натиск и продолжать это давление? Ну, вопрос сложный. Он уже пытается маневрировать для того, чтобы сохранить давление на Северном плацдарме, так называемом. Ситуацию Харьковской области. Туда он перебрасывает подкрепления. В том числе, по некоторым данным, уже речь идет о приброске подкреплений Сумской области и Скупинского участка фронта. Там он будет пытаться сохранить давление на Харьковском участке. Но, однако, они следуют сильно радоваться по поводу того, что планы противника срываются. Поскольку он будет дальше давить и на Покровском участке, и на Часовом Яре, с целью обойти этот город и захватить его. Поэтому давление будет продолжать. Сколько хватит, действительно сложный вопрос на самом деле. Поэтому что-либо прогнозировать здесь сложно. Единственное, что можно, в принципе, предполагать, что в какой-то момент он будет сосредоточен с чем-нибудь дном. То ли это давление на волчанство, то ли это далее попытка продвигаться на Восточную. Напомню нашим зрителям, что Путин и его приспешники декларируют одной из главных своих целей. Это создание так называемой буферной зоны на границе с Российской Федерацией. Денис, что, если с путинского на адекватный перевести, что значит создание буферной зоны? Захват Волчанска. Концентрация там каких-то сил. Для дальнейшего пробежения, возможно, уровень Путинска. Ну, это изначально, очевидно, ставилось. То есть, в ближайшие дни, в первые же дни, в следствии наступления на Харьковщине, противник должен был заплатить Волчанска. То есть, сейчас этого не произошло. И далее максимальное продвижение в сторону Харькова. Не штурм Харькова, не попытка его окружить, не попытка его захватить. А на данном этапе максимальное продвижение в сторону Харькова для того, чтобы установить им артиллерийские орудия, реактивную систему залпового огня и обстреливать Харьков уже непосредственно артиллерии. То есть, сейчас мы видим постоянные обстрелы Харькова ракетами, капами, а там вы еще подключите артиллерию. То есть, в чем опасность? Воздушная тревога может быть объявлена перед ракетным обстрелом или ракетно-бомбовым ударом. А перед артиллерийским ударом воздушной тревоги не будет. Поэтому все это для того, чтобы сделать жизнь Харьковича еще более опасна, еще более сложна. Ну вот, кстати говоря о том, что российские оккупанты усиливают давление на нескольких участках фронта для того, чтобы попытаться растянуть ресурсы сил обороны Украины, уменьшить их резервы. А вот такое мнение выразил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин. Не думаю, что россияне смогут захватить Харьков. Скорее всего, взятие города и не является на сегодняшний день целью РФ. Но усиление давления будет, как видим по данным разведки. Это все больше похоже на задачу по ослаблению наших сил на других направлениях. Что касается приграничья Сумской области, то там происходит накопление и переброска сил противника. Пока количество говорит об аналогичной задаче – «Оттягивание сил украинской армии». Максим Жорин, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. В Телеграм. В чем тут может быть задумка? Тут пытаются враг в том числе ослабить нашу оборону на других участках и там начать наступление. Либо они не справляются с украинскими защитниками и таким образом пытаются сейчас облегчить себе задачу. Нет, это попытка такого отвлекающего маневра. То есть создание дополнительных точек давления на Харьковщине, возможно, в Сумской области, возможно. То есть мы же говорим о том, что опасность перехода через Сумскую область сохраняется, никто не отменял. И таким образом отвлечь наши резервы от других участков фронта, которые враг считает для себя более приоритетными. А наиболее приоритетными для него – это Донецкая область. То есть захват Донецкой области полностью для него не снимается с повестки дня. Поэтому таким вот образом пытаются рассунуть фронт, понимая, что есть определенные проблемы у нас с резервами, с комплектованием войск и так далее. Ну, вследствие мобилизации. Ну, тема мобилизации немножко другой. Другое направление может быть нашего обсуждения. Накануне, во время заседания 22-го в формате «Рамштайн», глава Пентагона Лоид Остин заявил о том, что следующие недели и месяцы будут решающими, в целом, ключевыми для украинской защиты, я так понимаю, российской агрессии. Что должно произойти в эти недели, возможные месяцы, чтобы Украина смогла эффективно защищаться от и растягиваний фронта, создания буферных зон? Возможно, речь идет о предоставлении Украине вооружения, например, F-16, о котором давно уже говорят, которые могут, возможно, переломить ситуацию, либо сделать ее намного легче, чем она сейчас есть для силы обороны Украины на разных направлениях. Давайте не будем высказать большинство на F-16, потому что у нас постоянно, когда мы ожидаем какое-то вооружение новое, которого раньше у нас не было, мы ожидаем, что оно создаст какие-то новые условия, которые помогут в корне переломить ход войны. Нет, к сожалению, не стоит ожидать этого от истребителей, тем более, что мы не знаем, сколько их будет передать. Может, их будет передано на 6, может, их будет передано на 12. То есть тут очень многое зависит от количества. То есть если их будет мало, то на каком-то участке фронта не могут иметь определенное значение. А в целом на ход войны они не будут иметь очень большого значения и очень большого влияния. То есть многое зависит от их количества. А то, что Лоя Долстин говорил о решающем, тут каждый день имеет значение по большому счету. Видимо, речь идет действительно об активизации передачи вооружений, которые позволили бы остановить противника, обескроить его и далее в каком-то будущем создать условия для перехода к контрнаступательным действиям. Может быть, на том же севере Харьков столбц. Ну, не только в формате Рамштайн. Сейчас идет работа с нашими партнерами о том, что ситуация на фронте сложная, она далеко не катастрофическая, рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Литвиненко в обращении к участникам 16-го форума региона Балтийского моря. Он стартовал, напомню, накануне в Финляндии. Вот по словам секретаря СНБО, россияне наносят удары по объектам критической инфраструктуры, которые обеспечивают крупные индустриальные города Востока и Юга Украины. Пытаются создать ту самую серую зону, о которой мы коллега упоминал уже. Литвиненко призвал страны НАТО не медлить с оружием для Украины, чтобы потом не пришлось его искать для солдат Альянса. Услышим прямую речь и вернемся к обсуждению. Россияне используют опробированную в Сирии стратегию провоцирования миграционного кризиса. Это можно остановить, но Украине нужно современное оружие, много оружия. В первую очередь ПВО и боеприпасы. Мы благодарны США и государствам ЕС за помощь, но чтобы остановить агрессора, этого мало. Речь идет уже не только об Украине, а о будущем Европы. Если сегодня вы не найдете оружие для Украины, завтра будете искать его для себя. И что, думаю, важнее для вас, погибать будут ваши солдаты. Мы уже неоднократно обсуждали, что такие подобные действия Путина, они по атакам гражданской инфраструктуры в том числе, они во многом очень часто для наших партнеров как раз становятся решающим аргументом в передаче о военной помощи Украине. Но вот если говорить о том, что действительно НАТО сейчас чувствует вот эту вот угрозу, которая сходит от Российской Федерации, насколько она сейчас велика и насколько это может повлиять на диалог между Украиной и партнерами в плане получения помощи? Ну это сложный вопрос, потому что угроза у каждой страны чувствует по-разному. И это можно проанализировать. Ну, наверное, это угроза более очевидна, чем для других. Ну вот я хотел как раз начать именно с балтийских стран. То есть это зависит от, это можно увидеть от заявлений представителей государства. Вот балтийские страны, они эту угрозу ощущают, как говорится, в собственной шкуре. Она над ними нависает. Дальше поляки. Прекрасно эту угрозу ощущают скандинавские страны. Финляндия прежде всего. То есть те государства, которые когда-либо ощущали на себе вот этот вот петух вторжения, то есть эффект вторжения, они это прекрасно понимают. Чехию сюда уже можно отнести. А страны, скажем так, более западные, они к этому относятся осторожнее. Германия сейчас, очень давно она изменила свою позицию, но в то же время видим, что определенные ограничения она создает. То есть в плане передачи ракет Тауров, там идет политическая дискуссия, например. То есть если определенные политические силы Германии уже давно поддерживают необходимость передачи этих ракет Украине, то Шольц стоит на своем. Тут очень, каждый по-разному ощущает. Денис, еще один аспект, это юг Украины. О работе на последнее время. Также российские оккупанты начали активно рассказывать о том, что они его якобы захватили. Работина – это Запорожская область. Напомню нашим зрителям. Дмитрий Плетенчук, это спикер оперативного командования ЮГ, говорил о том, что, напомню о том, что россияне уже дважды брали Работина, скажем так, оккупировали, но все с той же эффективностью. Что важно, если я правильно понимаю, по сути Работина – это такая серая зона, где закрепиться нереалистично, мягко говоря. Город, который, село точнее, который простреливается постоянно. Реально ли провести определенное действие, закрепиться там масштабно, имею в виду, а не на пару минут, чтобы сделать фотографию с российским флагом? Ну, чтобы сделать фотографию с российским флагом, можно там не закрепиться, а оказаться, да, то есть там. То есть что они делают? Они заезжают на байках, очень часто, я имею в виду россияне, на байках, со скайпом, на скопом таким. Да, то есть там могут сделать где-то фотографию на окраине, выложить свои социальные сети, и потом заявить, что село находится под контролем российской армии. Опять же, заехать на байках, там где-то в какой-то яме очутиться, да, то есть там их могут зафиксировать одномоментно. Но в целом село – это серая зона. Эти вот на скопки на байках, они заканчиваются трагически для тех, кто тихо. Поэтому на сегодняшний день разговор о захвате Работина, который полностью простреливается, этого села не существует. То есть оно осталось только название. Только разваливание, к сожалению, домов. Говорите о захвате Работины, но сейчас нет никакого со стороны противника. Да, Денис, огромное вам спасибо за то, что к нам присоединились. Всегда вам рады на Freedom. Денис Попович, военнообозреватель, напомню, с нами был на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова